Выбегает большая стая собак. У меня ребенок ходит со школы, я поедусь. В начале новой, с огородов откуда-то он выбегает большая стая собак. От малого до великого. Вы в СССР обращались? Обращайтесь в СССР, они подготовят заявку на нас, и мы сделаем заявку в ту компанию, с которой у нас заключен договор на отлов детских животных. У меня вот с собой жила бродячая собака, прибившаяся. Ее никто не отловил. Ее вывезли просто в Алтат и бросили. Сейчас собака живет в Алтате. Брошенная собака жила у вас. Собака исчезла? Сейчас исчезла, она там, оказывается. То, что касается собак. Обращайтесь в совет, с обращением конкретно, где и желательно, если будет фотография, чтобы потом работники компании, которые занимаются отловом. Вы слушаете? Меня послушайте здесь. Куда этих собачек дают? Стивилизуют и возвращают. И потом возвращают? Да. А хозяев должен ее привязать потом, эту собачку? Ну, вообще отлавливаются бродячие собаки, а не домашние. Вот вчера на придорожной забрали собачку. Мы воевали, вы знаете. Авторитетка собачка. Нам сказали, что ее назад вернут. А почему тогда хозяйка ее не привяжет, эту собаку? У нас ходят дети, мы сами ходим. А зубы им удаляют? Нет, смотрите. Хорошо, когда ее вам есть, да? Если хозяйка говорит, что это не ее собачка, она ее кормит, я понимаю, ей хорошо, удобно. Но страдаем-то мы от этой собаки. Тогда надо принять меры на саму хозяйку этой собачки. Ее звать Найдочка, иди сюда. Она идет к ней, к нам она не идет. Вы знаете, как мы вчера ее смешно загоняли? Мы ругаться-то не хотим, мы просим вашей помощи. Помогите нам. Не надо эту собаку возвращать. Дайте мне ее, я дома ее посажу, она будет охранять у меня дом. Привезите. Мы вчера просили, отдайте нам эту собаку. Мы ее будем кормить. Зато она будет сидеть на цепи у нас. Это не смешно, если покусает ребенка. У меня в воскресенье пошел сын, она бы чуть не съела. А потом что будет? Ну, я вам объясняю, да? Я прекрасно понимаю, это головная боль, и мы будем бороться. Помогите, мы просим помощи. Истребить эту собаку. Или хозяйку. При дорожной улице. Я болела. Это серьезно, это не смешно. К сожалению, у некоторых граждан, да, вот такие вот, как придорожные действия, кормила, прикормила собаку, а не уходит. Она категорически отрицала свою причастность, что принадлежность собаке к ней. К сожалению, законодательство построено таким образом, что мы не можем ее привлечь никакой ответственности, потому что собака не ее. Понимаете? Ну, подождите, выслушайте. Она на нее одела общенник, на эту собаку. Вчера ее, пока не пригрозили полиции, она ее не отдала. Да. Да. Забрали. Когда мы узнаем, когда будут их назад возвращать, А звоните туда, чтобы ее не возвращали, мы вас просим. Помогите. Ну, если она говорит, что это не ее собака, если она ниже даже, какой смысл ее сюда привозить, скажите мне. Ну, я вам объясняю. К сожалению, законодательство построено таким образом, что собаку у нас туда ездят, и сюда ее должны вернуть, привязывать. Экционазии для собак у нас не предусмотрено, понимаете? Продолжение следует... Мне привезите... Сирена, я 10-1. Я знаю, Гилл. Привезите мне эту собаку на цепочке с ошейником. Договорились? Хорошо.